Итак, дорогие друзья, в уроке 7 у нас был больше теоретический урок, но без которого, наверное, нельзя. Мы с вами рассмотрели, я просто рассказал принцип работы языка программирования солидности. И я думаю, после этого урока сможет писать абсолютно каждый человек, потому что когда мы понимаем, как функционирует язык, то проблем нет. Следующий вопрос, который мы рассмотрели для общего понимания, есть только один принцип, который я рассказал главный, то есть его надо понимать, что делает блокчейн для программиста. Один принцип, поняли? Все, блокчейн поняли. Дальше, второе рассмотрели, мы уже начали с вами писать на солидности, то есть написали первый смарт-контракт, но сегодня рассмотрели принцип языка, как я говорил, солидности. Дальше, рассмотрели, чтобы было понятно, ну как писать, что значит изменять состояние контракта, да, то есть мы пишем смарт-контракт и что значит его изменять. И рассмотрели, чтобы я провел параллели, чтобы вы понимали, ведь каждый находится в интернете, да, то есть блокчейн как веб и как мобильный сервис, то есть как это уложить в голове. По сути дела, после этого теоретического урока у вас должно, должен появиться именно стержень, стержень понимания блокчейна как программиста, стержень понимания как писать на языке солидность. И все, дальше продолжаем заниматься, то есть я думаю проблем не будет. Ребята, кто начал с этого урока, ссылки в описании видео. Школа, есть отдельная школа, где мы как раз и занимаемся блокчейн с нуля, пайтон, солидность, программирование, обучение программирования, разработка смарт-контрактов. Так что вперед!